Дружка, коровай крае, дружка, коровай крае. Красавица народная, как море пола. Шаланга прекрасна. Это жемчужина правобережья татарстанского Поволжья. Она прекрасна. Вы сами на этом заметили, место красивое. Особенно, когда спускаешься с Медвежьей горы, вид у меня интересный. И слезами катилась за Волга необъятная наша река. Красавица народная, как море полномодная, как Родина свободная. Шаланга, Широга, Луганка, Северога. Существует официальная версия, что якобы село Шаланга образовалось в начале 16 века. Шаланга происходит от двухязычного названия. Марийское и, по-моему, Чувашское. Шаланга в переводе с этих двух языков означает птицу, конюк. Ну, в общем, разные версии. Кто говорит, что это Шаланды тут приставали, в Волгу переезжали. Между речи этих двух рчушек, одна впадает в Волгу, вот этим оврагом проходит. Другая там, малая Шаланга и большая Шаланга. И отсюда пошло название уже, и пошло наше село. Шаланга, Шаланга, Северога. Старое название Шаланги было и Никольское. Помню, что это легенда была. Церковь тогда отстроили, да? Построили уже церковь. Деревянная церковь была, да. И мимо купцы проплывали и остановились в Шаланге и зашли в церковь. Переночевали, зашли. Они везли икону Николая Угодника. Они когда стали отъезжать от Шаланги, лодка никак не уходит от Шаланги. Говорит, никак. И тогда они, говорит, решили. Значит, говорит, иконе надо оставить здесь. И тогда они эту икону подарили нашему приходу. И у нас два прихода. Один рождественский, а другой Никольский. Один летний, другой зимний. Шаланга в числе других поволжских земель была пожалована царем Петром I своему кравчему Кириллу Алексеевичу Нарышкину. Семье Нарышкиных Шаланга принадлежала до середины XIX века. В 1783 году на средства помещицы Марии Николаевны Нарышкиной в Шаланге была построена вот эта каменная церковь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Эта церковь пережила и запустение времен советского строя и теперь оживление после перестройки. ПЕСНЯ Все мои прапрародители, они из села Шаланга и как мне рассказывала моя прабабушка, которая умрала в 67 году, что якобы все наши родственники обосновали себе Шаланга после 1826 года. ПЕСНЯ История семьи связана с тем, что их выслали из Петербурга после разгона восстания декабристов. ПЕСНЯ Так как до этого Иван Грозный брал Казань, он пытался обосновать здесь русские поселения. Эти поселения были предназначены для того, чтобы на Волге строить заторы. Заторы это искусственные сооружения из бревен, которые перегораживали Волгу с одного берега до другого. Судоходство было невозможно. Это было построено для того, чтобы не проходили вражеские суда, поэтому вся правая страна у нас практически осталась без лесов. ПЕСНЯ После восстания декабристов суда стали ссылать русских мастеровых, скажем так вот, которые много чего умели делать. Дед Василий Андреевич, которого сослали, он делал баржи здесь, в шаланге. И вот эти, да, делал баржи, когда заканчивали строить баржу, вся шаланга возила щепу. Он объявлял воскресник или субботник. Все обеспечивались дровами. А еще он прудил прудку. На Волге есть вот такие косы, на Волге образуются косы, вот такие, мель. И судоходство мешали. Это были как маленькие плотины, которые давали возможность судам передвигаться по Волге. Потому что по Волге были простые, вот эти баржи, уровень воды поднимался, и таскали, баржи входили. И у нас даже есть фотографии. Вот там, значит, они возят пруд. Я помню стариков с такими бородами в пиджатах. И ниже пиджаков были белые рубашки на выпуск. Дальше брюки, а там штиблеты или кто-чего. Они солидно выходили, так вот, днем я их видел. А женщин, пожилых и молодых, видел всех в национальных платьях. Донизу юбки и кофточки, и платочки белые. По фасону завязывания платков различался этнический состав населения. Татарские женщины подвязывали по-другому платки. И марийские по-своему, чувашские по-своему. Все было известно. Эти богатые старики, что делали? Летом снаряжались большие полубаржи, можно сказать. На которые размещался скот, лошади, коровы. Все выезжало на острова против шаланги. Они тянулись от Матюшина ниже до Крылбарака. Острова. Они выходили после половодья, были богаты травой, были богаты черной смородиной и комарами, разумеется. Колхозники шаланги, колхозники Крылбарака, когда он был отдельно, выезжали туда. Когда у всех были свои выделенные участки, там строили шалаши для ночевки, косцов. Косили, заготавливали большое количество сена. Сено вывозили на этих же самых полубаржах. Я помню, что там несколько телег размещалось. Все нагрузили, грибцы садились впереди, рулевой сзади, и перевозили сюда. Я живу в шаланге с 55-го года. Я в колхозе работала, на ферме, ухаживала за свиньями. Мы вдвоем работали, песни пели и все. У меня миллионка два, два и полагается. Заперу я их в сарай, пусть они лягаются. Яшка, да, он рыбачил. Вот он пойдет, вот соседи скажут, уйдет на Волгу, идет и рыбину тащит. Она у нее дорягаться, придет, весь мокрый, течет с его. И мне положит, нам его убирай. И как он ловил, не знаю, все у нас удивлены. Приезжали вот гости мои, сестры, приехали, они тоже говорят, батюшка, мы сроду-то не видели, что кошка ловила рыбу. Здесь поселились люди, которые имели, скажем так, немножко западную культуру. Их переселили из Петербурга, и они стали внедрять эту культуру местному населению. Вот в селе Шеланга, например, никогда не сажали ни картошку, ни огурцы, ни помидоры. А сажали фрукты в большом количестве. Я вот даже помню, моя уже бабушка, а не прабабушка, мне рассказывала о том, что они всю жизнь, говорит, возили эти яблоки, груши на ту сторону и меняли на картошку. Вот с яблок на ведро картошки. Вот так вот. А еще, если вот мама моя возили яблоки, здесь была яблочная сторона у нас, Шеланга вся утопала в яблоках. На лодках они, как бурлаки, таскали эти лодки до ташовки, а потом переходили и на Победилово выезжали. А там уж подъезжали под водой, вот эти яблоки продавали в Казани, они возили ящиками вот эти яблоки. Вечер и поздно из лесочка, да я коров домой гнала, И спустилась к ручеечку близ зеленого лужка, И спустилась к ручеечку до близ зеленого лужка. У нас здесь широта, глубока Волга. Ой, Волга была маленькая, у нас папа переплывал туда и обратно запросто. Река была чистая, мы хлебали, воду пили и чай кипятили на берегу, на костре, потому что рыба-то вдоль была, рыба была, все было, а сейчас уничтожение. До середины прошлого века на Волге процветал рыбный промысел. Вылавливали до сорока видов рыбы, а сейчас Волга превратилась в сточную канаву промышленных предприятий. Моя правовушка рассказывала, что ее дедушка рыбачил один раз в год. Это так называемый Петров день был, он выезжал с удочками, с удочками, заметьте, на Волгу и ловил рыбы, которой хватало на целый год. Сетров держали в корзинах, плетеная корзинка запускает сетра. Волги вставляли, у каждого были свои корзины, свои сетры. На зиму поймают одного, и хватало. На солнечном исходе на обогрета беда Стоит белая береза Шаланге уже подходит где-то 500 лет. Ее организовал, по-моему, итальянец какой-то. Паулуччи рассказывал Фазул Абы Назыров. Он знал стариков шаланговских, которые видели Паулуччи. Его в портшезе привезли, сняли с парохода, слуги несли переносной стул в портшезе. Паулуччи произвел ужасное впечатление, сбыл карлик, голова как качан капустный. Очень умный и, видимо, великолепный игрок в карты. Он выиграл эти земли в Ницце, у Гагариных, чье имение находится в Теньках. Он приехал сюда один раз, осмотрел сады шаланговских хозяев, а сады были выносные, они были вдоль оврага, у каждого свой сад. Были сушильни старых хозяев из кирпича построенной стены, я видел еще их. Посмотрев все это, он сказал, развивайте консервную работу и сушильную работу. Я прикидываю, что это произошло в годы расцвета российской экономики, в 13-е годы. Перспектив это не имело, потому что пришла гражданская война, пришла мировая война, и все замыслы, радужные идеи того же Паулуччи и тех, кто основывал свои планы на взаимодействии с ним, все это ушло в песок, покрылось прахом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шарангай, это место отдыха в свое время было для, скажем так, научной элиты Казани. Был, во-первых, дом отдых всесоюзного значения. Сюда ездили со всего Советского Союза, потому что путевки были очень дешевые. Там от 7 до 12 рублей за две недели. Народа было масса. Тут ходили пароходы. Каждые полчаса приходила ракета из Казани. Сюда приезжали, люди отдыхали. Дом отдыха был культурным центром. Там играл патефон, слушали радио. Сюда съезжались представители той интеллигенции, которая выжила в войну. Те, которые эмигрировали из осажденного Ленинграда и Москвы, потому что в годы войны Казань дала приют ученым Москвы и Ленинграда. Это они помнят. Научные работники, дом отдыха, они ходили при шляпах, белых брюках. Да, мы очень одевались нарядно. Эта публика от образования, она отличалась несколько. Потом мы подростками уже ходили на танцы. В шлангу стоял, рояль, танцплощадка. Было хорошее время. Мой отец, Мазаров Николай Васильевич, работал в Домодоке директором. В Домодоке очень славился, красиво был, строились, появлялись каждый год новые дачки. Культурная программа всегда хорошая была. Был клуб, бильярд, теннис, все чего угодно. Отдыхали люди хорошо. Тем более Домодок находится на берегу Волги. Вечерами танцы, молодежь наша вся бегала туда тоже на танцы. Было хорошо и весело. Все по утрам купались, перекинув полотенце через плечо, проходили по улицам, раскланивались друг к другу. Все знали друг друга в лицо и знали детей. Здесь было перемешивание идей научных. За шахматными столиками, за чаепитиями, за прогулками математики общались с медиками, физики общались с математиками. Казан, родина, Катюши. Атомные исследования велись в здании бывшей старой клиники против главного корпуса университета. То касается шланговского населения, то он очень много выучился в казанских вузах, благодаря вот такому чувству действовать по подобию. Время какое-то прошло, все стало рушиться, сейчас отдыхает, но там все уже не то. Тогда как-то жилось подружнее, веселее, свободнее было все. Здесь в том числе отдыхали арбузы, так называемых медведевских дачах. Вот здесь вот родник, один из трех, которые существовали в шланге. Тамар Бузов в свое время, когда будучи отдыхая здесь, он решил проверить пригодность питья с этих родников. И пришел к изумительному выводу, что оказывается самое большое содержание серебра находится вот в нашем роднике. Эта вода была годной для питья, даже если простояла всю зиму. Меня, меня реки текут, текут привольными ручьями, Александр Евгеньевич Арбузов вместе с супругой, сыном Борисовичем, некоторое время с сыном Юрием Александровичем, когда он здесь проживал, а в дальнейшем с внучкой Мариной Борисовной жили в этом доме. Шланга была местом интереса для профессоров университета. Ну, а потом стал уже, конечно, когда химии, психологический, там медицинский, ветеринарный. Ну, профессора здесь была. Ну, среди таких старых называется и Пауткин, что где-то в этих краях жил профессор, и вот Арбузов. У него здесь библиотека была, потому что он работал здесь. Рыбалка. Очень Александр Евгеньевич любил рыбалку. Ну, читал книги у него здесь были, фотографировал. По истории говорят так, что пригдали сюда плод, разгружали. Старик Александр Евгеньевич проверял каждое бревно, втаскивали сюда, и уже здесь начинали строить этот дом. Здесь была дорога, по которой проезжали телеги. Парисандр говорит, потом встали грузовики, но уже их мы не особенно сюда пускали, но телеги тут проезжали. Внизу обрыв, и внизу был тальник, и там родники. То есть вот какой был, значит, окружающий тальник, и потом уже переход на Волгу. Ну, 80 лет тому назад ясно, что берег был значительно дальше, по законам физики здесь всё смывается, там намывается. Вот на наличнике, вот эта резьба, это Александр Евгеньевич сам считал, что работал. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, как я понимаю, до 16 века тоже жили люди в шланге. Во время строительства вот этого моста бульдозер сделал срез края оврага и показал нам, насколько глубоки здесь культурные слои. Это находка для археологов, для любителей. Здесь примерно то же самое, что было на кладбище, которое выступало в Волгу. Волга была дальше, и потом метров 500 этого обрыва всё смылось в Волгу. А срезы могил, они вот так же светились, так же показывали своё содержимое. В тех могилах любители антиквариата вылавливали иконки, штампованные из медного листа. Вот, пожалуйста, это артефакты. Они вот так сами собой вывались, лежат. Те, никто их туда не заталкивал, они спрессованы сотнями лет. Жилое место, которое здесь находится, оно явно переходило из рук в руки. Оно было удобно и в древние времена, и в более поздние, когда здесь проживали угрофинские племена. Этот правый берег речки Шланга интересен ещё тем, что в конце 50-х годов, вот здесь, отсюда в 100 метрах, на склоне этого оврага, я лично нашёл могильный камень, сделанный из известняка по мусульманскому стандарту. Общий вид надписи соответствовал шрифту, который использовался в Крыму, на могилах Бахчисарае, это я всё видел, а также в Турции. Это следы Золотой Орды на правом берегу Воги. Золотой Орды на правом берегу Воги. Золотой Орды на правом берегу Воги.